Несколько месяцев назад делегация городского собрания Сочи посетила Крым. Результатом поездки стало соглашение о сотрудничестве между депутатами Сочи и Феодосии. Теперь наш город принимает председателей представительных органов местного самоуправления Севастополя, Алушты и старейшего бальнеологического курорта Саки. За два года с момента присоединения Крыма к России в республике хорошим темпом идет развитие туризма. Отели предоставляют услуги по оздоровлению наряду с Олимпийской столицей. Крым интересен туристам не только как бальнеолечебница, но и богатыми историческими достопримечательностями. А это Олимпийская столица Сочи. По сравнению с Крымом – молодой курорт, но имеющий значительный опыт во всех отраслях и развитую инфраструктуру. За лето здесь отдохнули и поправили здоровье около 4 миллионов человек. Более 150 объектов показа, около 2000 средств размещения, отели от двух до пяти звезд, бальню и водолечение, ухоженные пляжи, чистые и цветущие улицы, развитые железнодорожные и авиаперевозки. С апреля планируется запустить морское сообщение между курортами Черного моря. Такую идею депутатов городского собрания Сочи поддерживают коллеги из Новороссийска. Каждый из курортов Черноморского побережья конкурентно способен, но еще больший результат в привлечении туриста принесет дружба и обмен опытом. Инициатором развития и укрепления деловых отношений с другими городами Черноморского побережья выступило городское собрание Сочи. 17 и 18 ноября депутаты провели семинар-совещание, в ходе которого рассказали о работе комитетов социальной политики, земельно-имущественных отношений, архитектуры и строительства, образования, науки и культуры, здравоохранения, городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, агропромышленности, сел, предпринимательства, а также молодежного и спортивного комитетов. Двухдневная программа семинаров с представителями шести городов, в общем, состояла из презентации Сочи и была построена на демонстрации последних достижений Олимпийской столицы, а также профессиональной работы административной команды. Такое единство нам позволит вырабатывать какие-то общие требования, общие обращения к правительству, в Южный федеральный округ. Должна сказать, что с Южным федеральным округом это мероприятие мы согласовали, они нас поддерживают. Мы должны делиться своим опытом. Это должно стать национальной целью. Вопрос по организации отдыха россиян. Очень не хочется отдавать нашего туриста в другие государства. И мы должны доказать и показать возможности очень качественного туристического продукта на территории города Сочи и других городов. Любой обмен опытом даст положительные плоды. исторические места в Крыму и совершенно потрясающая природа Кавказа, это дополняет друг друга. И на мой взгляд, сегодняшний опыт, который есть у нашего мэра, позволяет у нашего председателя городского собрания, они рука об руку прошли путь подготовки к Олимпиаде, позволяет дать мастер-класс по вопросам управления муниципальным образованием любого уровня. И таким образом мы могли бы принимать у себя специалистов муниципалитетов, показать, как мы работаем, приехать к ним и подчеркнуть, что-то у них учиться нужно постоянно. После такой встречи расширением и укреплением партнерских связей и обменом опытом заинтересовались представительные органы власти Абхазии, Алушты и Севастополя. Вы не то что презентацию дали, вы дали мастер-класс на самом деле. Если бы это всё даже записывать или делать вебинар-конференция, они бы принесли свою пользу и в частности тем малым городам Крыма. Я полностью солидарен с тем, что встречаться надо чаще, безусловно обмениваться опытом, ибо без этого действия, без обмена у нас развития как такового не получится. В том числе, понимая всю важность такого политического содержания, что связано с Крымом, мы очень нуждаемся в вашей помощи, у вас большой опыт и мы готовы сотрудничать во всех отраслях этой действительности. Очень приятно, что вы нас пригласили на это мероприятие, потому что для нас оно очень важно с точки зрения получения профессионального опыта. Хоть я не профессиональный менеджер в области туризма, но для меня я уже для себя записал 20 пунктов, которые очень важны. На сегодняшний день соглашения о межмуниципальном взаимодействии и сотрудничестве заключены между городским собранием Сочи и представительными органами власти Туапсе, Анапы, Евпатории, Феодосии, Ялты, Курорта, Саки и Новороссийска. Обмен мнениями, обмен опытом – это самое важное, что есть. Потому что у города Сочи, даже сейчас, недолго побои, есть действительно чего поучиться, как в организации коммунального хозяйства, это, наверное, самая больная тема для каждого города, как усилить борьбу с мусором – это тоже очень интересная идея. И поэтому именно обмен мнениями, обмен нашими функциями, у нас же представительные органы власти, конечно, опыт Сочи и опыт Новороссийска, если положить, это даст, конечно, очень эффектный результат. В знак дружбы и сотрудничества Сочи представители представительных органов местного самоуправления обменялись подарками. А в последний день своего визита в Сочи депутаты Новороссийска и муниципальных образований Крыма совершили обзорную экскурсию по Олимпийскому парку, посмотрели на самый длинный в мире мост Скайбридж, побывали в Красной Поляне, увидели красоту горнолыжного курорта «Роза Хутор» и его инфраструктуру, а также поблагодарили депутатов городского собрания Сочи за инициативу такого обмена опытом. Для нас сейчас очень важен действительно хороший опыт, потому что без опыта прорывного развития мы ничего не сделаем. Сейчас нужна такая быстрая, хорошая реанимация, и реанимация не простая, а с использованием самых лучших технологий. Вот здесь мы как раз их видим, во всех направлениях, и в энергетике, и в градостроительстве. Конечно же, для нас вот такая радужность Севастополя не подходит, потому что Севастополь офицер. Такое сотрудничество, оно очень эффективно, и я хочу выразить благодарность руководству города за то, что они организовали вот такую встречу. Это самое лучшее, это, скажем так, изучение опыта, и я думаю, что мы немножко подождем и через годик пригласим сочинцев к нам, чтобы они тоже порадовались, и поблагодарим их за тот опыт, который они нам предоставили. Встречи, которые происходили и в администрации города, и в самом городе, поговорили с жителями города Сочи, они дают надежду, что тот позитив информационный, который мы получили, он будет реально воплощен и в нашем маленьком красивом городе Алушта. Прибрежные города, они живут определенной отраслью, называется туризм. Это великолепно, что вот тот пример, который есть у Сочи, он теперь станет достоянием всех городов. Ведь подписано соглашение о содружестве причерноморских городов. Мы ждем апрель месяц 2017 года, когда начнется водное сообщение через море, значит, объединим мы и Сочи, и Крым, то наверняка появятся новые туры, связанные именно и с Сочи, то есть с Краснодарским краем и с городами Крыма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА